Я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о. Ну или это действительно детская песня? Не знаю, я хотел что-то серьезно обсуждать, а вы с Менкиным хотите все-таки обсуждать. А это серьезно, потому что мы можем стать оплотом викторианства в мире, в мировом разделении труда и морали. Вот, которое сейчас как будто бы нам навязывает, как будто оно происходит. Мы же претендуем на звание традиционной так называемой ценности, которые никакие не традиционные, а сконструированные искусственные. А в сущности архаичные. Да, вытащенные из каких-то сундуков, которые давно уже никакие не свойственные, да. Мне кажется, Настя, что нашего с тобой спора хватит. Да, нашего с тобой спора хватит. Я, если позволишь, подведу итог. На самом деле, когда я был ребенком и смотрел, ну погоди, и у меня ничего перверсивного в голове не рождалось. Я был чистым, чистым, честным пареньком, который смотрел это и хохотал от пуза, понятно? Значит, потом я прочитал заумные работы, всякую зауми, о том, что это негативное обаяние волка курящего, безусловно, сведет меня в могилу. Я узнал об этом уже очень взрослым. Когда я был ребенком, я никогда ничего подобного не думал, понятно? То есть я себя чувствовал прекрасно. Мир был для меня радостен. Советский Союз прекрасен. Вообще все было сокрушительно хорошо. И солнце ярко сверкало на небе. Когда же я вырос и окунулся в эту самую так называемую перестройку, глаз ножчик, я понял, что мир был говном, мультфильмы были говном и так далее. Все было перверсией. Понимаешь? То есть сейчас проблема, проблема, я их не любил, больше рисованные любил. Больше рисованные любил. Но слушай, проблема заключается в том, проблема заключается в том, что вы, взрослые, навязываете детям свои болезненные старческие уши. Это перверсивные комплексы. Вам слышится во всем порочность ввиду того, что вы глубоко порочные люди. И вы думаете, боже, это услышит ребенок, говорите вы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!